Добрый день, дорогие друзья! С вами снова компания «Готмонтаж» в нашем плейлисте «Евроремонт в московской квартире». Ну, в следующей серии вы, наверное, помните, я вводил в курс, что будет производиться в этой квартире, который, ну, значит, показывал, знакомил вас с проектом, какие работы будут производиться и так далее. И могу вам продемонстрировать то, что мы произвели оклейку окон, закрыли все элементы, которые остаются, которые мы не будем пробивать. Вот перед нами паркет, паркет укрытый арголитом, проклеен стыки армированным скотчем, паркет дубовый надо сохранить. Еще будет здесь целлофан лежать сверху. Да, еще целлофан. И, конечно, все вы должны понимать, что любой ремонт, евроремонт тем более, начинается с чего? Как вы думаете? Правильно, с демонтажа. Посмотрите, что было в этой квартире и какой раздрай стал кипятен. Это вот мы все демонтируем. Смотрите, видите, на полу дубовый паркет. На полу дубовый паркет. Его надо сохранить. Но не надо пугаться, как бы... Начало есть начало. Сегодня мы вывезем два контейнера, ожидаем два контейнера с мусором, заказали с брущиками. И поставим все это очистить. Вот. Эту зону. Нам предстоит еще загалбливать стяжку. Так как под оргаликом находится паркет, и нам надо загалбливать стяжку, чтобы новый паркет, видите, подошел при обуровине. Еще где-то сантиметров пять, надо загалбливать стяжку. Ну, первые трудности, хочу сказать, вторая часть квартиры, которую мы не трогаем, 90 квадратов. Значит, электрика, мы думали разобраться, делали все эти полу, чтобы оставить в магистрали, где проложены трассы электричества, не трогая в эту часть комнаты квартиры. Но не получается. Они запараллельны с розетками, которые находились в этой части квартиры. Обнаружили в перегородке расправительную коробку, вон в той области, где провода. Еще мы с электрикой будем разбираться. Квартира практически обесточена. Где в ремонте в нашем периоде был заказчик, некоторые изменения. Добавился еще один кондиционер. Еще один кондиционер надо смещать, значит, в сторону, в блок. И так далее. Эта серия посвящена демонтажу. Демонтаж производится, конечно, в течение недели. Я бы так сказал. Почему? Можно быть быстрее. Но по законодательству, с часу до трех дня мы не имеем права шуметь, долбить и так далее. Приходили соседи, просили нас не шуметь до четырех часов вечера, потому что дети мало испят и так далее. Все это мы стараемся входить в положение людей. Ну и ремонт, вот демонтаж. Здесь еще не был заказчик, он бы сейчас этого увидел, но что делать. Значит, ну что, друзья, вот то, что в этой серии я могу вам показать, наши работы, которые компания проводит. В следующей серии на днях мы будем закупать гипс-картон, пеноблоки, ну и так далее. Потому что в следующей серии мы, я думаю, покажем вам какие-то работы уже, которые грубые одежды. Вот блок кондиционера, гипс-картон, он находится в этом месте, как раз здесь будет располагаться перегородка и его надо перенести на ту часть стены. И появится у нас еще один дополнительный пенал, кондиционер, поставить его надо расположить в этой части. Вот. Ну, на самом деле, демонтаж, конечно, работа пыльная, надо работать с респираторами. В нашем случае, конечно, ни поломав, ни построишь. Следите за нашими сериями, мы попытаемся вам показать евроремонт московской квартиры до начала и до конца. И я думаю, вам будет интересно. Какие сроки, в принципе, мы до конца июля, до конца июля, начала августа, должны передать заказчику квартиру. И следите за нашими публикациями, поэтапно будем стараться выкладывать то, что у нас происходит на этом объекте. Итак, с вами была компания Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей, оператор Василий. Да, желаю всем вам удачи и до новых встреч. Счастливо! Кровмонтаж! Чтобы за собой убрать, надо не напачкать. Да, ну что поделаешь, надо немножко терпения и... Вот так подкладываем под все мешки, обязательно, чтобы не наносить ущерб. Понятно, что лифтовые все подъезды это места общего пользования. Обязательно чистим, после себя убираем и так далее. Ну, чтобы соседи не ворчали в процессе. Конечно, конечно. Есть грузовой лифт, но пытаемся, в общем, тысяча килограмм грузоподъемность не перегружать. Вот смотрите, мы открыли... лифтовую камеру специальным материалом, чтобы, так сказать, не нанести ущерб. Временным линолеумом застелили пол. И вот так вот производим спуск материала. Чтобы не портить кабину, которая стоит 120 тысяч рублей. Ну, конечно, конечно. А как же? Здесь живут люди. Вот так вот мы отработали лифтовую камеру. Можете видеть, материалом, который, так сказать, защищает. На первом монтаже вот разбудка материала. Вы видите, у вас там, зрители, здесь уже сделана чистовая отделка, конечно, холла. Видите, как все приятно сделано. Понятно, что это почти центр Москвы. Наша компания крупмонтаж застилает укрытым материалом в пол. Вообще здесь не касается никакая деформация, значит, пол и так далее. Мы после себя убираем. От лифта до машины все защищено. Да. Чуть ли не ковровая дорожка. Да, красная. Целлофановая. Так производится выбушка строительных отходов. Вася, это какой же контейнер за сегодня? Чуть ли не четвертый. Нет, ну, если ты забыл, это третий. Третий контейнер. вот такие работы, дорогие друзья, понимаете, вот никто не представляет, что строители, вроде, как производится ремонт. Вот так, вроде, так легко, чисто все убрали. да нет, вот мы показываем вот именно вот эти скрытые работы, демонтаж, как все это происходит на самом деле. Готовьтесь к этому, готовьтесь, это неизбежно. Нет, нет. Если вы собираетесь заниматься ремонтом, ну, а как? Нет. Как не выносить ремонт? Я хочу настроить всех, что это должно быть приятное событие для всех, кто хочет это произвести, так что ничего в этом страшного нет. Едем домой после работы. Пол девятого, вот такой вот ненормированной рабочей сети. Сколько у вас время? Пол девятого. Пол девятого. А вон Останкинская. Давай, водила, поддам газку. Че, чтоб не думали, что мы только руками водить умеем. Двенадцатый часовой рабочий день, возьми, да? Да, с утра до... отработает, да. С утра до вечера, пол девятого. Увидимся на телеканале Моя планета. Хлеб, соль. А вот и Останкинская башенка. Смотрите, какая она красивая сейчас в России. герб Москвы, знамя России. Вот она, красавица. После пожара ее подправили. Вон там ресторан «Седьмое небо». Открылся, кстати. Да. Такой экскурс по Москве. Компания Кровмонтаж Спешл Фу Ю. А вот, смотрите, трамвай на втором ярусе едет. На втором ярусе. Как он называется? Одноколейный, да? Да, да. Черт его знает. Давно не ездил на трамваях. Ну, верховой поверху ездил. Даже не трамвай, метро. Василий, привет. Сделаем нашим зрителям лицо без маски? Да. Сделаем ручку. А то, в основном я за кадром. Да. Это вот Василий наш оператор. Вроде всегда рядом и всегда за кадром. Да. Ценный сотрудник нашей фирмы. Какая вот работая доля. Это было так, да, Сделаем это подруга.